поднимаясь по старой губовской лестнице смотрите тут даже какие выемы считаю она схожа на этой лестнице конечно можно было подняться по эскалатору но я поднимаюсь по лестнице вот смотрите стиле хохлома все что украшено здесь прямо видно стиль хохлома там и здесь это все дальше в том направлении если посмотреть вот статьи сверху со второго этажа можно посмотреть вот на эти витрины гастроном номер один вот где продается продукты различные самые разнообразные можно посмотреть цены на икру на все что угодно но красиво кстати сделали кстати красиво украсили так необычно я вот эти украшения хохлома как бы в гуми первый раз вижу раньше не видел раньше тут или под жиль было потом просто посвящено было космонавтики но интересные тут различные 8 там лето весна различные стиле каждый раз они чем-нибудь то новым украшают еще хочу показать уважаемые друзья тут особенные скамеечки вот смотрите вот такие вот скамеечки сейчас наверно видите это как бы палец и форма руки два пальца загнута один палец вверх ну и тоже вот видите опять опять птичка вот эта курочка видимо стилиха хлама а вот эскалатор как то которым и люди перемещаются наверх на третий этаж нужно как говорится и подняться на эскалаторе я прошел по лестнице уважаемых и вот подошел к такому квадрату смотрите здесь личностный переход здесь тоже выгнутая лестница переход видите перехожу если посмотреть параллельно вот он круга настолько выгнут насколько сейчас вот я поднимаюсь а там выход на ветошный переулок видео написано вот это направление и вот здесь вот тоже под фондом тут вот указан выход можно с эскалатора но на эскалаторе кстати подняться можно на эскалаторе съехать тут нельзя это в другом месте там выход на фонтан кушают мороженое все с улыбками все веселые всем как говорится у всех хорошее настроение ну вот смотрим дальше продолжаем бум и здесь тоже птичек вон там петушок здесь хохломе курочка вот такой стиль в этом году решили как бы украсить гум в этом стиле на новый год или конец это будет как бы конец ноября в таком стиле они обновили или новый год вообще новый год должен быть с новым годом хотя что напоминать здесь она это вот это вот дерево которое полностью на нем приклеена вата и все игрушки которые висят уже они и шарики и птички они тоже все покрашены стилью как лома и ну вот идет фотографирование ребятишек привезли с какого-то города показывают гумовскую площадку гумовский торговый центр и всех сфотографировали как бы второй этаж он напоминает копия первого этажа значит давайте дальше посмотрим тоже висят эти курочки джель и давайте поднимемся вверх на эскалаторе как вы хотели уважаемые друзья вот еду я на эскалаторе и вот как смотрится все когда я проезжаю тут мимо параллельной торговых точек вот смотрите видите еду вот так вот смотрится внизу это все сейчас я еду и внизу вот такой большой огромный с тремя этажами обычно на третьем этаже здесь расположены торговые точки где можно покушать видите там зонтики вот как бы все для видите апсипид кафе скота вот там расселись люди будут заказали ну а что здесь здесь вот можем посмотреть аксессуары чемодан сумки багаж различные сумки дальше мы можем пройтись посмотреть где-то тут были уважаемые друзья винтажные вот эти вот витрины со старыми вот этой всей техникой телевизором и так далее а вот кремлевские мастера кремлин ювелирс ювелирс видите и звездочки тут и кольца видите вот с российским флагом бриллиантами флаг вот из золота тут учит изделие вот различные брошки видите какие вот это вот все такое это кремлевские ювелирные изделия очень дорогие кстати здесь тоже можно посмотреть тоже кремлевские ювелирные изделия вот видите как бы пейзажи различные потом броши различные сережки в общем красота вот эти кремлевские ювелирные изделия я специально туда не захожу потому что все это можно посмотреть на сайте кремлин есть сайт фуновский сайт которым значит вот на этом сайте кремлевские ювелирные изделия там все показаны я как-то года два назад снимал значит вот именно обзор вот этих вот кремлевских ювелирных изделий там все ссылался на сайт все об этом я рассказывал так ну здесь мы пройдем посмотрим дальше это у нас здесь силуэт не помните какой компания это нашей российской компании зенит объективы различные продают здесь фотоаппараты вот старые фотоаппараты в основном это как выставка фотоаппаратов тоже обзор я вам отдельно делал прямо ходил показывал поколение работать и фотоаппаратов все это было уважаемые друзья а сейчас я просто хожу значит по этажам магазина гума и мне просто интересно общий антураж общая вот эта атмосфера там люди вот смотрите мороженое покупают чисто гумовское есть эскимо есть продают просто мороженое с различными наполнителями и что отличает от других мороженых у них вот такая всегда сверху горочка мороженое стоит 150 рублей если раньше вот когда я приезжал Москву и вообще здесь когда я находился жил то мороженое тогда по тем временам самое дорогое гумовское это стоило по-моему по-моему 10 или 15 копеек не больше уважаемые друзья и по-моему 15 копеек это как бы считалось дорогим но его все равно покупали потому что оно его было приятно есть и вот когда кушаешь это мороженое то оно было так подтаянное и приятное вот ну вот я нахожусь где эскалатор то значит там внизу люди ходят а теперь мороженое хоть эскимо берешь хоть какое мороженое берешь оно все уважаемые друзья берем мороженое вот такой вид такая перспектива интересно это вам небольшой обзорчик похода моему по гуму потому что здесь сейчас тематика изменилась и по-другому видите вот петушки по хохламу чуть не сказал гжель гжель это когда изделия фарфоровые разукрашенные значит синий цвет с белым смешивается не то что смешивается а на белом фоне синяя такая разукраска ну тут бытовые различные эти компании смега вот продают смег знаменитый кухонная компания и так далее вот кстати вот смег разукрашенный под гжель вот это гжель вот это смеговская продукция ну вот мы дошли до торговой точки где у нас продают покушать различные блюда вот столики стоят красивые кстати по дизайну разноцветные вот видите как красиво зонтики такие тоже кафе называется фестиваль написано так опять мы посмотрим сверху уважаемые друзья вот видите вот мы видим весь стиль хохломы и там тоже внизу кафешечка вот вот такая вот перспектива вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И смотрите, какой выгнутый мостик. Видите, переход между зданиями. Видите, вот второе здание. Это перехожет, поэтому выгнутый мостик. Тут тоже перила, даже если вы посмотрите, они тоже выгнутые. И вот дальше посмотрим. Видите, то, что там мостики стоят, они все выгнутые. Перила такие же выгнутые. Второй этаж, там только узенькие мостики. А здесь, здесь у нас получается, вот эти вот мостики, это уже гораздо позже сделано. Видите, это уже конструкция гораздо позже. Там, где люди принимают пищу, кушают, значит, там уже ровный такой, не выгнутый мостик. А здесь, на переходе между зданиями, выгнутый мостик. Любопытненько, да?